Доброе утро, друзья! Сегодня мы летим домой из Гуан. Я хотела вам немножко рассказать по поводу того, как многих интересует, что можно провозить, что нельзя. Вот там написано в памятке туристу в отеле, что нельзя провозить чай в ручной кладби. Нифига подобного, все можно везти запечатанной. И хочу сказать, что пишут, что нам пугали гиды. Вы там смотрите, чтобы перевеса не было. В общем, получается так, что мы положили сумку, много вещей, сверху положили одежду зимнюю. Зимняя одежда не взвешивается и рюкзак за плечами. И когда заходишь, там есть стойка такая, где можно взвесить багаж. Поэтому не переживайте, грамотно все упакуйте и все у вас получится. Поэтому мы все спокойненько провели. Естественно, вот эти ромы, все надо упаковывать. В аэропорту кто надеется купить, ни рома, ни чая. Чай тут смотрели, как тут 25 пакетиков, потому что 8 долларов стоит всякая фигня. Поэтому кому нужно что купить, сразу покупайте, не оттягивайте. Здесь аэропорт очень маленький. Вот несколько палаток стоит, и они совсем ни о чем. Здесь вы, ну, в принципе, наверное, ничего и не купите. Конечно, можно здесь купить чипсы, можно купить попить кофе. Ну, в общем, здесь на самом деле, вот я вам показала, линия такая. Справа линия, слева, слева вот эти все дорогущие. Ну, как всегда, дьюти-фри, ну, как вам, алкоголь, в общем, дорогой, элитный и так далее. Там впереди ювелирные украшения. Кто надеется купить магнитик, сейчас сразу вам хочу сказать, что 300 рублей стоит он два. Так что такое видео для вас сняла совсем небольшое, познавательное. Так что не бойтесь, упаковывайтесь, смелые чаи, естественно, кроме жидких. И здесь не такая таможня, как нас напугали. Все, всем хорошего дня, всем до свидания, пока-пока. Так, в аэропорту, значит, какие цены? Бургер с корицей 356, а это еще рупли. Потом вегетарианский, вот это 331. Кофе капучино стоит 161. Кофе латте 161. Экспрессо 161. Короче, ну, остальное я не вижу. Цена, вот. Потом, значит, следующее. Хотела посмотреть. Ну, кофе не хило, да, 161 для аэропорта. Потом хотела сказать, вот здесь вот у нас чай. Можно взять 112 рублей. Рупикник. Кофе 112. Потом чикен пицца 224. Вот, а бутылка воды большая 50 рублей. Маленькая 40. Вот, бутылка кока-колы. Я не вижу. Кока-кола будет, не вижу. Не вижу. Короче, бутылка воды 50 рублей. Вот. И еще одна палатка с едой. Уже цены туда не будут подходить. Там, наверное, цены тоже космические. А у Дети Фри товара представлено очень мало. Вот спереди сувенирная продукция. Ну, магнитики, я уже сказала, по 300 рублей. Соники, алкоголь. По моей части дико дорогой. Ну, такие конфетки какие-то сувенирные. По 5 долларов, по 10. В общем, вообще, вот такой вот, взорочек цен. Сколько хочется? Фоткаться? Пепси сколько стоит? Пепси. 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 Какие-то маленькие кексики, типа мафини, 153 рубля. Москва летит домой. Уже смотрю, в зимней одежде все. Смотрю, Москва. Уже напялили одежду на себя. Мы даем сидеть и решили постоять. Ну, да. Решили постоять для того, чтобы еще потом постоять. В общем, на последних уезжая с Индии, да, хочу сказать, что организации никакой. Вот так вот стоим, все перемешалось в кучу, потому что индийский ресницы, вот эта посадка идет. И тут же сажают на Шереметьево, и тут же на Бурку, вот, к народу. Что-то. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok